Вы слушаете канал жаж.клаб, римляне-хранители. Голос прошлого. Ночью мне приснился сон. Я находился в неизвестном пространстве, везде были звезды да дым. Я ходил по пространству и оглядывался назад. Где я? Спросил я. Осматривая пространство, Октавиан, звал голос. Этот голос был мягок и знаком. Где я мог его слышать? Кто зовет меня? Спросил я. Октавиан, ты узнаешь меня? Спросил голос. Я где-то слышал этот голос. Но кто это? Не знал я. Запомни, Октавиан. Напоминал голос. Что я должен запомнить? Спросил я, дожидаясь ответа. Сон закончился, и я так не понял, что я должен запомнить. Рядом со мной стоял Эльбор. Запомни только одно. Сегодня выходной. Но это не значит, что ты должен лежать весь день. Напомнил Эльбор. Собирая вещи, ты говорил во сне. Что ты должен запомнить? Я не знаю. Я слышал голос, и он был мне знаком. Вспомнил я. А ты куда собрался? Спросил я. Глядя, как Эльбор собирает вещи. Сегодня праздник звезд. Ответил Эльбор. Что это за праздник? Спросил я. Это праздник, в котором нужно поздравить ушедших. Напомнил Эльбор. У вас в Древнем Риме такой праздник есть? Да, и он называется Лемурия, ответил я. Я уехал к родителям на планету Неклер, сказал Эльбор. Пока, Эльбор, попрощался я. В комнате остались я, Агриппа и Нейра. Все учителя уехали по домам, несмотря на то, что Антоний угрожает галактике, Колизей, сказала Нейра. Почему ты не уехала? Спросил я с интересом и с заботой. У меня трудные отношения с родителями. Тихо сказала Нейра. Моя мама вечно раздраженная. А папа часто ругается со мной и с матерью. Родители ненавидят меня. А бабушка и дедушка были для меня близкими людьми. Но они умерли. Опустила голову Нейра. С ее глаз потекли слезы. Я рукой дотронулся до волос Нейра и начал гладить. А потом я прижал ее к груди. Нейра поудобнее устроилась у меня на груди. Я положил щеку на ее волосы и покошачьи начал гладить Нейру. Никто не смеет ненавидеть на своих детей и обвинять их в грехах. Напомнил я. Ладно, почему вы не уехали? Спросила нас Нейра. Вытирая слезы, мы из Древнего Рима. Если ты помнишь, напомнил я. Я совсем другое имела виду. Поправила Нейра. Но покидать Элрис мы не хотим. Сказала Гриппа. Сегодня в Помпеусе праздник в честь Дня Звезд. Напомнила Нейра. Давайте, сходим. Предложил я. Мы покинули школу и отправились в центр города. Центр города украшен звездами, плакатами и светящимися украшениями. Мы осматривали центр. Он такой красивый, даже не описать словами. А Гриппа тщательнее рассматривал украшения. Ему хотелось познать их поближе. Я таких украшений не видел. Восхищался А Гриппа. Интересно друзила будет на праздники. Думал я, это стерва. Спросила Нейра. Даже я не думаю об этом. Холодно сказала Нейра. Возьмем космические гамбургеры. А что это? Спросил я с интересом. Это уличная еда. Да, ответила Нейра. У вас в Риме есть такое. Да, но мы называем глобули. Это яблоки такие, пояснил я. Мы взяли гамбургеры и попробовали их. На вкус они были, как жареное мясо с ядами, которое готовит повар моего дяди. Но мне эта закуска нравилась. После короткой трапезы мы разде. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб. Субтитры создавал DimaTorzok